Так, давайте продолжим. Значит, мы с вами выбросим у нас на части, касающиеся движения, то есть более сложного алгоритма, когда они используют дополнительный сенсор к тем сенсорам, которые у них установлены на окончаниях лап, для того, чтобы среагировать на препятствие. То есть в данном случае уже недостаточно просто одной лапой куда-то двигаться, необходимо изогнуть робота для того, чтобы тот механизм, который был заложен просто для движения по нервной поверхности, использовался для того, чтобы еще и забираться на эти поверхности. Вот здесь показано, что передние лапы, он поймал препятствие, изогнулся, значит, за счет того, что он изогнулся, передние лапы смогли зацепиться за край, подтянулись, значит, средние лапы, получается, провалились вниз, тоже нашли некоторую точку опоры, тоже чуть приподняли, продвинули вперед, и затем, когда уже робот забрался наверх, просто он начал двигаться дальше, то есть тоже где-то подтянулся, где-то чуть провалился, вот, и, соответственно, оставшаяся часть тела тоже сюда подтянулась. То есть, в принципе, такой тоже робот может адаптироваться еще и вот к таким подъемам на некоторые препятствия. Значит, ну, аналогичная история с обычным движением по лестнице, то есть тут просто уже, ну, в меньшей степени, но, тем не менее, тоже он за счет адаптации к разнице между прогнозируемым сигналом и сигналом, который с реальных датчиков приходит, он может тоже перемещаться еще и по лестнице. Вот, в принципе, тут по перемещениям не все, здесь есть единственное, что они вот показывают еще дополнительно по поводу отказа каких-то отдельных конечностей, то есть у них шесть лап, из них одна, например, может отказать. То есть тут показано, что вот тут плохо показано, конечно, что вот у них одна лапа, она выходит из строя, то есть он двигался нормально, а потом одна лапа у них отказала, то есть вот, видите, она как бы так зависла в каком-то таком состоянии. Вот, то есть они показывают тоже, что происходит некоторая адаптация, что она тут зависла, у нее отказал один элемент, по-моему, вот этот C, который, то есть они сигнал подают, да, но при этом, или что это, это у них, наверное, наверное, у них это, да, это у них сигналы на движение. Вот, и, соответственно, как только он отказал, да, у них вот сразу начало, появилась корректировка, сразу резко выросла ошибка, наверное, все-таки вот это у них был отказ. То есть одна из ног, одна из лап, тут F, это, по-моему, у них окончание как раз. Да, то есть вот этот элемент, получается, у них отказал, он у них куда-то там ушел в ноль, то есть вот так лапа появилась. Из-за этого они начинают корректировать вот эти вот два компонента, T и C. То есть T начинает продвигаться вниз, и C тоже начинает продвигаться. То есть она, грубо говоря, начинает заменять вот это вот сочленение за счет того, что у них тут, грубо говоря, вот это, вот это сочленение начинает работать. Вот, значит, они тоже используют сигнал ошибки для этого, то есть по мере накопления он начинает отрабатывать, да, и вот этот вот отказ, который вот сразу резко в ноль перескочил, да, из обычного положения, вот, они начинают его компенсировать за счет остальных. Ну, на самом деле, T у них остается то же самое, потому что она задает ритм движения, вот, а C начинает больше еще продавливаться, то есть опускаться ниже, чем должна, то есть если в нормальной ситуации у робота C, она, грубо говоря, там от минус 20 до нуля варьируется, да, то как только отказал вот это сочленение, например, у вас в ноль, то есть вот сейчас, например, 90 градусов, да, она перешла в ноль, то есть вот эта лапа начала сюда торчать, то C начинает резко проваливаться до минус там 75, и по сути она начинает выполнять роль вот этого вот сочленения, то есть то сочленение, которое должно было вот эту лапу двигать, чтобы опускаться или подниматься, вот, и эту роль начинает выполнять вот это вот сочленение, то есть она начинает само опускаться, подниматься до минус 75, то есть в обычной ситуации там от нуля до минус 20 она двигается, вот, а в случае поломки вот этого, этого элемента, да, она начинает двигаться вниз, проваливаться, и по сути выполнять уже роль опорной точки. при движении. Вот, то есть, тоже такой у них тут эксперимент есть, который показывает, как это происходит. Вот мы это здесь видим, да, то есть, отказало вот это вот окончание, да, то есть, оно выгнулось в ноль. Как он здесь на картинке показан, да, что она вот прямо начала. И вот это осочленение, оно начинает играть роль опорной точки. Не знаю, где тут показано или нет у них. Ну, тут не очень показано. Ну, то есть, грубо говоря, оно начинает как-то изгибаться, да, и тоже, ну, тут как-то не очень это показано хорошо. Ну, не важно. Ладно. На графиках, по крайней мере, это видно, что вот у них проваливается теперь C до минус 50, то есть, оно начинает играть роль опорной точки. Вот, и это проваливание, оно выполняется за счет как раз вот этого вот сигнала накопленной ошибки. То есть, за счет того, что эта штука просто зависла, становилась на месте, значит, она резко начинает возрастать ошибка между прогнозом. И эта ошибка используется для того, чтобы скорректировать движение остальных компонент. Вот, ну, в данном случае, вот, сочленение C, да, которое начинает глубже проваливаться и начинает играть роль опорной точки. Вот, ну, вот такая вот у них идея. Вот, в целом, наверное, тут уже трудно будет что-то добавить новое к этой статье. Значит, вот, наверное, по этой теме все. Все. Значит, я хотел сегодня еще еще одну тему начать, но, наверное, мне сейчас надо будет отключиться. Вот, поэтому мы, наверное, продолжим уже в следующий раз. Вот, если будут какие-то вопросы, пишите тогда в Telegram и через неделю тогда продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!